Сегодня мы представляем вашему вниманию крыльеведческие коллекции Североморской централизованной библиотечной системы. Вы видите, простите, нашу презентацию? Североморск – город сравнительно молодой. 18 апреля 2021 года ему исполнилось 70 лет. И вся недолгая, но героическая история города связана с рождением и развитием Северного флота и защитой морских рубежей нашего Отечества. За 70-летие успели смениться несколько поколений североморцев. Флотская столица растет и развивается, значительно изменился ее облик. Неизбежное уменьшение достоверных сведений об истории города по мере хода времени придает особую актуальность деятельностям БУК Североморской централизованной библиотечной системы, направленной на сохранение исторической памяти за то город Североморск. Подобным прочим библиотечным учреждениям Североморская ЦБС создает и постоянно пополняет фонд краеведческой литературы, а также ведет работу по краеведению среди различных групп населения. Однако настоящий доклад посвящен уникальным краеведческим коллекциям, которые созданы специалистами Североморских библиотек. Можно выделить четыре подобных коллекции. Это архив газеты «Североморские вести» за 1976-2008 годы, фонд краеведческих изданий, разработанных специалистами БУК Североморской ЦБС, раздел «Краеведческая страничка» сайта «Североморская централизованная библиотечная система» и экспозиция мини-музеев «Минная библиотека». Оцифрованный архив газеты «Североморские вести» за период 1976-2008 годов находится на сайте Североморской централизованной библиотечной системы в разделе «Информационные ресурсы». «Североморские вести» и еженетельная городская газета до 1993 года издавалась под названием «Североморская правда». Первый номер издания вышел 1 января 1972 года и первоначально газета публиковалась на четырех полосах «Квалово-Парбата» три раза в неделю. Настоящее время газета входит в состав муниципального бюджетного учреждения «Североморский информационно-библиотический центр», созданного при управлении культурой, спортом, молодежной политикой и международной связи администрации «Зато-город Североморск». На страницах «Североморских вестей» публикуются материалы, о значимых событиях в жизни городского округа, о достижении земляков и выдающихся свероботцах, постановлении и прочее распоряжение законодательно-исполнительной власти, произведения городских литераторов и воспоминания старожилов. Работа по цифровке архива была проведена сотрудниками отдела электронных ресурсов Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна, благодаря чему пользователи получили уникальную возможность для изучения муниципального периодического издания и материалы которого являются важнейшими свидетельствами жизни северян конца 20-го – начала 21-го века. Далее рассмотрим фонд кривических изданий, подготовленных сотрудниками МБУК Североморской ЦПС и включающий более 40 книг и прошу. По содержанию можно выделить несколько групп документов. Издания, посвященные отдельным учреждениям и организациям городского округа. Например, дайджест – драматический театр Северного Флота, «Увидеть мир, преодолеть себя», подготовленные к юбилею велоклуба «Пелегрибы». Они уловят отзвуки войны, североморское поисковое движение. Далее мы можем выделить издания, рассказывающие об исторических памятниках в лоской столице, географических и природных объектах. Как число относится дайджест – голубая карта Североморска, североморские парки, парки за 69-й параллелью, мемориальные доски Североморска, памятники Североморска и другие. Значительную группу составляют пособия, рассказывающие о замечательных жителях Североморска, оставивших значимый след в историю города. Сюда входят как издания, посвященные группе лиц, так и биографические документы, связанные с одним человеком. Примерами подобных материалов служат биобиблиографические справочники. Почетные граждане Североморска, командующие Северным флотом, писатели в флотской столице. Дальше с эпопольнымся великим тем годам, североморцы-ветераны Великой Отечественной войны. Дальше с традицией доблести и чести, герои североморца второй половины XX-го начала XXI века. О выдающихся земляках рассказывают. Дайджест «Я летчик-полудный летчик», посвященный 65-летию со дня рождения Героя России, генерал-майора Тимура Автоделовича Баклицы. Дайджест Алексея Ивановича Ерошин, приуроченный к столице ветерана Великой Отечественной войны. И многие другие. Отдельную группу составляют воспоминания старожилов Североморска и стихотворные сборники, посвященные любимому городу. Наиболее распространенной формой библиотечных изданий является дайджест. Подобная форма позволяет читателям и пользователям познакомиться с публикацией местной прессы по определенной теме. Также были подготовлены календари, сборники, рекомендательные списки литературы, биобиблиографические справочки, библиографические уроки. В целом, фонд краеведческих изданий Североморской ЦБС, созданный сотрудниками информационно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейда и библиографами Центральной детской библиотеки имени Сергея Михалкова, представляет собой уникальный ресурс, аккумулирующий информацию о различных сторонах истории и современности Североморска. Причем данную информацию затруднительно получить из других источников. Электронные версии библиотечных краеведческих изданий доступны на сайте Североморская Централизованная библиотечная система на страничке нашей издания «О крае» раздела «Краеведческая страничка». Сам раздел «Краеведческая страничка» представляет собой виртуальную краеведческую коллекцию, состоящую из восьми элементов. Помимо уже упомянутых библиотечных изданий, здесь на отдельной странице памятной даты Североморска собраны календари, памятные даты за до Североморска Северного флота за такой-то год, за период с 2003 года. Каждое подобное издание, подготовленное Сонно-библиографическим отделом СГБ имени Крейда на основе фонда библиотеки, снабжено алфавитным указателем персонали, алфавитным указателем учреждений предприятий и организаций и алфавитным указателем памятников в ее мемориальных досок и скульптур. Все даты, приведенные в календаре, сопровождаются краткой информацией с ссылками, что делает его значимым источником сведений по истории Североморска. Привлекает внимание виртуальная экспозиция Леонид Александрович Крейда, память сильнее времени, расположенной на странице виртуальной выставки-ортографов. В состав дистанционной экспозиции вошли краткая биографическая справка Леонид Александрович Крейда, чем имя носит Центральная городская библиотека Североморска, коллекция публикаций о его жизни и творчестве из газет «Североморские вести» до стражи за полярье и коллекция книг с автографами и дарственными надписями авторов из личной библиотеки писателя. Материал экспозиции расположен в алфавите фамилии авторов надписей. Сами издания были переданы в дар библиотеки родственниками Леонида Александровича. Значительная работа была проделана сотрудниками информационно-библиографического отдела ЦГБ имени Крейна при создании виртуального библиографического справочника «Улица Североморска», расположенного на одноименной странице. В процессе подготовки материала были проведены просмотр подшивок газеты «Североморская правда» за 1976-1994 годы, просмотр книг краеведческого содержания, выявление источников по краеведческой картотеке Центральной городской библиотеки, работа с архивными документами в Государственном архиве Мурманской области и архивном отделе администрации зато города Североморска. Работа над проектом продолжалась несколько лет и была закончена в апреле 2012 года. В настоящее время в справочнике отражена информация о 29 улицах и двух площадях Североморска. Издание состоит из двух частей, первая из которых собраны сведения о ныне существующих улицах и площадях, а во второй – об уже упраздненных биографических объектах. На странице «Литературный Североморск» представлены биографические материалы от 22 авторов, проживающих или проживавших за добром Североморска. Каждая справка включает краткую биографию, фотографию и подборку произведений писателя. В состав рассматриваемой коллекции входит информационно-электронный ресурс, «Интерактивная карта Североморска», подготовленный информационно-библиографическим отделом и отделом информационных технологий ЦГБ имени Крейна и представленный на одноименной странице. Карта позволяет пользователям получить историческую справку и увидеть фотографию выбранного объекта. В их число входят улицы и парк и столицы Северного хода, а также памятники, мемориальные доски, расположенные на территории зато город Североморска. В юбилеи города была создана страница «Североморску Синтезер», представляющая собой тематическую коллекцию глинических статей, опубликованных на страницах газеты «Североморские вести». Ресурс состоит из разделов «История города», «Даты события, факты», «Так рождался Североморск», «История улиц предприятий, памятников зданий» и «История Североморской ЦБС», «Библиотеки. Люди года жизни». В настоящее время работа над пополнением собрания продолжается. Необходимо отметить, что в создании и дальнейшее совершенствование виртуальной коллекции «Краеведческая страничка» значительный вклад внесли специалисты отдела информационных технологий Центральной городской библиотеки имени Крейна. Помимо виртуальных краеведческих собраний, Североморская централизованная библиотечная система развивает мини-музеи, в том числе расположенные в именных библиотеках и посвященные литературной истории городского округа. В 2015 году в Центральной городской библиотеке по инициативе директором БУК Североморской ЦБС заслуженного работника культуры Российской Федерации Ольги Анатольевны Ефименко была открыта музейная экспозиция писателей флотской столицы. Это собрание посвящено памяти писателей, работавших военными корреспондентами на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны и литературному творчеству писателей «Ледополярное сияние» газеты Северного флота на Страже Заполярье. Благодаря работе, проведенной сотрудниками библиотеки, в состав коллекции мини-музея вошли 16 фотоснимков периода Великой Отечественной войны, на которых запечатлены писатели и журналисты, служившие газеты в Красноплоте на Страже Заполярье. Архивные документы, рукописи писателей с фондов редакции газеты Северного флота на Страже Заполярье. 17 экземпляров. Авторские сборники, ставшие библиографической редкостью. 10 экземпляров. Основную экспозицию, размещенную в витринах, составляют письменные источники 50 экземпляров. Это рукописные и печатные материалы, письма, различные записи, документы частных лиц. Достопримечательностью музея является реконструкция кабинета писателя. Материалы, представленные в экспозиции, подлинные и соответствующие годы 70-х годов прошлого века. Также в мини-музее хранится подширка газет «Красноходец» за 1943 год. Сведения о коллекции мини-музея любезно предоставлены заведующей Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна Людмилой Ивановной Чертковой. Мини-музей писателей флотской столицы выполняет значимые мемориальные и воспитательные функции, одновременно обеспечивая условия для хранения уникальных материалов, являясь площадкой для экскурсионной работы с учащимися школу города. В 2019 году Североморской городской библиотеки филиалу номер один было присвоено имя североморского поэта и журналиста, члена Союза журналистов СССР, члена Совета писателей России Евгения Гулидова. Евгений Иванович на протяжении многих лет служил в редакции флотской газеты «На страже за полярья». После увольнения в запас в звании капитана второго ранка работал в газете «Североморские вести». В 90-е годы занимал должность главного редактора. Торжественная церемония присвоения имени было приурочено открытием открытия музейной витрины «Поэтическая свеча» Евгения Гулидова. В экспозиции представлены прижизненное издание книг поэта, его письмо и телеграмма, вещи, соответствующие 70-80 годам 20 века, а также поэтический сборник и снова безымянная высота, опубликованный после смерти Евгения Ивановича, благодаря усилиям его коллег-писателей, членов Союза писателей России Михаила Анатольевича Сверева и Вячеслава Николаевича Черкасова. Подводя итогов, уже сказанного, можно отметить, что в Североморской централизованной библиотической системе созданы разнообразные клинические коллекции, включающие материалы газет «Североморские вести» на страже Заполярии и Краснофлодец, редкие издания книг североморских авторов, личные вещи и документы жителей города, собственные издания и проектом «БУК Североморской ЦБС». Эти собрания представлены как в личной, так и виртуальной форме и активно используются в процессе сохранения и передачи следующим поколениям исторической памяти за то город Североморск. Спасибо за внимание. Аминь. Аминь.